Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо. Сегодня я нахожусь в гостях у Романа Истомина. И мы говорим о питании, о здоровом образе жизни. Конечно же, тема она такая интересная, широкая, большая. Можно говорить часами. Она актуальна вообще всегда была, мне кажется. А чем, как говорится, технологический прогресс убыстряется, тем, мне кажется, она становится еще актуальней. Особенно для городского жителя. И почему я беседую именно с Романом? Потому что мы с Романом давно знакомы. И наше знакомство началось еще с занятий боевыми искусствами здесь, в Израиле, в Хайфе. Я уже делал с Романом небольшой репортаж. Роман, помимо того, что мастер айкидо, он еще и мастер приготовления еды. И почему именно я решил затронуть тему питания с Романом? Потому что, а, во-первых, он профессиональный повар. Это раз. Много лет уже в этой сфере деятельности. Начинал еще с самых низов в поварском искусстве. И достиг достаточно высокого мастерства. Сегодня он шеф-повар в одном из заведений в Хайфе. Но, помимо этого, Роман, через, наверное, лет 20, как ты практикуешь поварское искусство, ты начал изучать более глубоко вообще питание. И что это такое? Сегодня ты завершаешь процесс высокого обучения в области питания. Поэтому хочется с тобой поговорить, потому что ты как бы не просто человек из ниоткуда, а именно из сферы этой деятельности. Вроде бы и общий пит, вроде бы и здоровое питание, вроде бы здоровый образ жизни, как боевое искусство, гимнастика айкидо. Ну что, Роман, давай по порядку. Итак, почему вдруг через многие годы, как ты практиковал приготовление пищи в различных заведениях Израиля, ты вдруг решил, что тебе необходимо как-то более глубоко узнать, что же такое вообще питание и с чем его едят. Так скажем. Хороший колумбур. Спасибо, Роман, во-первых, что пригласил. Очень приятно опять вести с тобой диалог и в таком формате. Для меня это немножко новый формат, но все равно благодарю тебя за это. И насчет твоего вопроса. Смотри, я, как ты сказал, много лет занимаюсь уже кухней. Начинал, как ты тоже отметил, с низов, с мойки посуды. Потихонечку, потихонечку, через тернии к звездам, как говорится. Я сейчас шеф-повар в одном из ресторанов, в Хайфе. Очень такой интересный ресторан, довольно знаменитый. Очень мне нравится свое место работы, чем я занимаюсь. Но всю свою жизнь я, может быть, не до конца это понимал, но я всегда шел к тому, что понимание тела, здоровья и природы намного ближе, чем какие-то более технические моменты. То есть, как работает тело, что нужно делать, чтобы быть здоровым и физически, и психологически, это всегда откликалось во мне. И после некоторых событий в жизни, которые произошли у меня несколько лет назад, я понял, что мне нужно брать быка за рога и начать заниматься этим более серьезно. И, как говорится, случайность не случайная. И я пошел учиться в отличное заведение, где в Израиле называется дзунат и вид, то есть природное питание. Это обучение, грубо говоря, это три года обучения и год практики. Называется это как бы рефуа мошлема, рефуа тивит в Израиле. Это как бы направление медицины, которое больше занимается природными средствами оздоровления. То есть, мы изучаем питание, как лечить людей с помощью трав, с помощью добавок. Я еще в это добавляю к этому, конечно же, мое понимание боевых искусств, понимание работы тела. То есть, я еще помогаю людей в плане работы с телом, как какие-то упражнения про улучшение состояния, которые подходят конкретно человеку и конкретному случаю. И это оказалось очень интересным и очень увлекающим. И вот уже третий год заканчивается. Еще у меня есть практика, которую я уже начал. И все интереснее и интереснее. Будем идти дальше, изучать и углубляться. И надеюсь, сейчас я уже начинаю заниматься людьми. Нужно еще закончить это обучение, как бы практику. И потом уже идти в свободный путь. Ты вот сейчас сказал, что это образование, оно открывает для тебя какие-то новые знания. Но ты уже много лет работаешь на кухне, готовишь еду. Вообще, вот сегодня в Израиле, и в Израиле в частности, и вообще по твоему наблюдению вообще в мире, актуально стоит вопрос о том, что готовят, какую еду готовят в ресторанах, и насколько она хороша в плане, там, для здоровья человека. И насколько она, может быть, нехороша, или что вообще происходит сейчас в общепите? Ну, давай, ну, в частности, понятно, что ты больше глубоко знаешь, допустим, эту израильскую кухню. Вот именно здесь, в Израиле. Насколько глубоко внимание обращено шеф-поваров к тому, что они должны готовить там более, наверное, качественную пищу? Вопрос хороший, очень актуальный. Мне кажется, что одна из причин, по которой я пошел учиться, это именно вот это, потому что именно очень слабо обращено внимание в эту сторону. Потому что, прежде всего, опять же, мы все понимаем, что когда открывается ресторан или общепит какой-то, это прежде всего бизнес, люди хотят заработать. Но очень мало тех, кто в самом деле держит границу, где можно и зарабатывать, и не сильно вредить людям. И эту границу очень важно, мне кажется, держать и поэтическим, и по человеческим принципам. Насколько я видел, я работал около в 20 местах разных, начиная от бара, кафе, разного уровня ресторанов, больших и маленьких. И, к сожалению, отношение к здоровью, оно так где-то там внизу, то есть не сильно на это обращают внимание. Есть, конечно, нормы, не сразу бреют, то, что нужно там минимум там так или так, чтобы был такой холодильник, такой холодильник, это должно быть там раковина здесь, раковина для овощей, там чистка там рыбы, а холодильник для рыбы, это более или менее соблюдается, потому что за этим есть присмотр. Но опять же, мне кажется, что в последнее время немножко улучшилось состояние, но я не думаю, что потому что хозяины бизнеса стали такими честными, стали такими честными, и так интересно стало здоровье людей. Мне кажется, что это больше, что у людей, у клиентов, появилось какое-то понимание, что хорошо, что плохо, а вдруг тебе спрашивают, а что это за масло, это оливковое, это не оливковое, какого отжима, или там что это за хлеб, какая-то мука, цельная, не цельная, овощи местные, не местные, органические, неорганические, то есть люди на это немножко больше обращают внимание. Конечно же, я не говорю про общепит и про фастфуд, там про это вообще не нужно вспоминать, на это вообще не смотрят, и даже люди, которые там едят, как правило, им это не очень интересно. Но рестораны более серьезного уровня за этим более или менее смотрят, потому что есть спрос, есть интерес в эту сторону. Вот, конечно же, немаловажный вопрос, вот ты сейчас затронул, допустим, фастфуд, быстрое питание, и вот рестораны, допустим, которые глубоко следят за вот этим балансом, да, хорошая, чтобы была еда, ну, то есть она, в плане, понятно, что гигиенические нормы, где, в каком температурном режиме, что хранить, это все понятно, но есть еще там соотношение продуктов, какие продукты, с чем можно соединять, какие нельзя, сезонность продуктов и так далее. Вопрос мой вот о чем. Мы в городской среде. Продукты в основном, конечно же, доставляются в рестораны, ну, по мере возможности, из хороших, от хороших поставщиков. И вот ты, как человек, который занимается приготовлением пищи, имея сегодня уже знания не только из опыта приготовления пищи, но еще и как бы научные знания, да, получив образование уже высокого уровня, ты вот сейчас в своей работе соединяешь вот эти все знания, ты стараешься, вот даже, допустим, того же хозяина заведения, ну, как бы мотивирует к тому, что питание все-таки должно быть рациональным, соотносительным. Или еще пока так вот, в принципе, хозяева ресторанов не особо хотят это слушать от людей, которые, ну, имеют такое вот знание. Ну, на самом деле не очень хотят слушать, но в моем случае у меня большой плюс, потому что в месте, в котором я работаю, мы готовим еду только продукты, которые сезонные и только которые из нашего региона, то есть мы не перевозим никакие там замороженные продукты, замороженные рыбу какую-то или морепродукты или мясо какое-то, все местное, все из Израиля и все мы стараемся брать из нашего региона плюс-минус. и конечно же из-за того, что концепция места способствует более-менее полезному питанию, потому что у нас в основном овощи и морепродукты, рыба, немного мяса, то есть это много легче делать такой симбиоз вместе с хозяином и давать ему понять, насколько это важно, и он тоже понимает, насколько это важно, чтобы это было и полезно и вкусно. И плюс к этому мой хозяин, он сам шеф-повар и он, у него есть очень хорошее понимание, как должна выглядеть трапеза. Окей? То есть это вот, это редкость в Израиле. Почему? Потому что в Израиле это тоже спрос рождает предложение. Клиенты хотят, я хочу большую порцию, чтобы это было дешево и сердито, как говорится, да? Большая порция, чтобы съел, чтобы я наелся, что у меня будет желудком, это уже потом. Главное, что я наелся и заплатил немного денег. И из-за этого очень часто шеф-повара на это не обращают внимания. Главное, чтобы была большая порция, чтобы было вкусно, а как это, что там в желудке, это менее важно. Мы же за этим стараемся следить. В рамках ресторана, в рамках, чтобы бизнес не закрылся на следующий день, но мы стараемся так, чтобы еда была, сама трапеза была скорректирована правильным образом, чтобы там присутствовали фрукты, клетчатка, чтобы присутствовал цельный белок, цельный белок, какое у нас количество блюд, и насколько блюдо, которое выходит первым и последним, чтобы не было там никакого сумбура, мы за этим тоже очень смотрим. То есть, чтобы человек вышел с приятным ощущением после трапезы. У меня был опыт, когда я ел в одном, очень не буду называть, конечно, имя, очень хорошем, очень вкусном ресторане, и я вышел, просто у меня болел живот потом, не потому, что были продукты испорчены, а потому, что составлена трапеза таким образом, что все перемешано, там, сливки, с мясом, с этим, с, там, сложные углеводы, быстрые углеводы, все одно за другое, было очень вкусно, было очень много, но потом у меня сильно брал живот. Роман, ну, смотри, ты сказал, что сейчас вот в том заведении, в котором ты обучаешься, это, по сути, даже не столько заведение учебное, которое готовит профессиональных поваров, сколько даже оно готовит профессиональных врачей, которые занимаются подбором питания, которые способствуют улучшению здоровья, ну, во-первых, сохранению здоровья, и лечению в случае, если есть какие-то заболевания. Как мы знаем, что заболевания, есть разные, это и диабеты, там, и поджелудочные, и желудок сам, и так далее, и тому подобное, все это, конечно, связано с, наверное, нерациональным, неправильным питанием, и так далее. ты планируешь в принципе получить уже такую даже специальность не как шеф-повар, а уже врач по питанию. Что это подразумевает вот для тебя? То есть, вообще, такая профессия, она существует? Это как диетолог или это что-то немножко совсем другое? И какие, ну, дополнительный вопрос, какие вообще можно рассматривать лечения в каких заболеваниях через питание? Вопрос очень глубокий и хороший. Во-первых, конечно же, это не место, где обучать поваров. То есть, по-моему, во всем потоке я единственный повар. Поэтому есть люди, которые со мной учатся в одном классе, и они некоторые вещи, которые я готовлю каждый день, они даже не знали о существовании этих вещей, пока они начали учиться. То есть, мы изучаем очень углубленно все виды овощей, фруктов, злаков, бобовых, все виды, из чего они состоят, какие там витамины, минералы, фитохимикалы, все вот это мы изучаем очень глубоко. Конечно же, белки, жироуглеводы, это естественно. Но очень много людей, которые просто не знали об этом. Об этом я тоже не знал так глубоко, но о каких-то продуктах они даже не знали об этом существовании. А я на кухне уже имел опыт работы с ними. Такое небольшое преимущество, но опять же, это вопрос в том, кто откуда приходит из акуломира и в какую сторону доберет. Насчет врача-неврача, нет, я не врач, это не обучают там врачей. Это, скажем так, я в Израиле есть такое понимание, как диетант-клини, то есть клинический диетолог и есть обучение, то, что я сейчас делаю, это дзунат и вид, то есть природное питание. Клинический диетолог это врач, который изучает диетологию, использует для лечения человека корректировку питания и фармакологические препараты. Я для лечения человека использую корректировку питания, это не соревнования или что-то там, но уровень не хуже, чем у диетолога. Мы очень разбираем виды меню, составляем меню, даем диеты людям, очень глубоко это изучаем, но я не врач, я не изучаю фармакологию. Мы изучаем, есть базовый курс, вводный, что такое фармакология, мы изучаем, есть курсы про медицину, внутренняя медицина, клиническая медицина, анатомия, физиология, все это мы изучаем, но именно про препараты фармакологические мы их не учим. Наши препараты, в кавычках, это травы и добавки. То есть, то, чем мы пользуемся, если врач-диетолог использует фармакологию, мы используем травы и добавки. Опять же, это все подтверждено научно, есть на этом исследование, если там какое-то вещество, какая-то там трава или растение, которое еще не доказано, еще не знает, то оно, как правило, не допускается, или мы его не используем, или используем только определенное вещество, которое уже проверено. На этом все есть научная база. То есть, это не что-то такое непонятно. Например, если говорим про фитотерапию, то есть лечение травами, есть три момента, которые используются при лечении человека. Именно в этой области. То есть, первое, это исследование, я обязательно смотрю на исследование какой-то травы, которую я собираюсь использовать. второе, это фармакопея, фармакопея, это книга, есть европейская, немецкая, например, есть восточная, это книга, которая на протяжении столетий, люди, которые использовали травы, писали симптомы, писали, что происходит с ними, то есть, это не прям научное что-то, но это опыт поколений. То есть, фармакопея, исследования, научные работы и интуиция, в том смысле, не то, что я там думаю интуитивно, а, ему нужно дать это растение. А, каждое растение из-за синергизма веществ, это синергия, то есть, это не как одно вещество, как фармакология, которое выделили и дали человеку, чтобы у нас там какой-то фермент перестал работать или же работал более сильно, или же какое-то блокировало какую-то там выработку того или иного вещества. Это синергия, поэтому каждому человеку нужно знать, что ему больше подходит. То есть, я дам такой, например, пример, есть отличный адаптоген, адаптоген это такое вещество, которое дает, укрепляет нервную систему и надпочечники, то есть, дает, как бы, укрепляет очень сильный организм. Например, радиола розовая, да, что это отличный адаптоген, отлично, очень сильно помогает людям при стрессе, но его ни в коем случае нельзя давать людям, у кого проблемы с сердцем, у кого слабые сосуды, у кого, и вообще тревожным людям, потому что оно сильно разгоняет. Тревожный человек, я, конечно, когда я занимаюсь человеком, я смотрю на его анализы крови, мы изучали это все, анализы крови мы смотрим на его, какой диагноз дал врач, то есть, я не лечу без диагноза, смотрю, какой диагноз был врач, и поэтому я могу лечить, не просто так придумываю какое-то заболевание. Но нигде не написано, там, опять же, если есть тревожное расстройство, это другое, это уже, это уже, да, это уже более серьезно. Если человек тревожный немного, никто это не напишет, человек чуть-чуть тревожный, чуть-чуть волнительный, или такое, а я уже должен, как специалист внутри этого человека и понять, что, например, радиола розовая ему не подойдет, ему подойдет астраголус или витамин, другие травы, которые тоже являются адаптогенами, но которые больше будут этому человеку. Вот это вот интуитивный момент. Вот смотри, спектр заболеваний, который может быть у людей, да, вот насколько именно твое направление, которое ты сейчас изучаешь, давай еще раз, вот, понять получше, как оно называется, то есть, твоя специализация, это... Ну, это нутрициология и натуропатия. Нутрициология и натуропатия, то есть, с помощью нутрициологии какой спектр заболеваний человека можно, ну, допустим, или предотвратить, или вылечить, или, как бы, уменьшить развитие. Ну, я скажу полностью, все, как бы, все, чем я пользуюсь для того, чтобы помочь человеку, это питание, это травы, это пищевые добавки и это движение. Окей, вот эти четыре момента, которые я использую. какие именно заболевания можно предотвратить или помочь, или улучшить состояние с помощью этих вещей, это очень много. То есть, это практически все заболевания, кроме каких-то очень патологий, хронических, очень серьезных, там, где нужен хирург, да, или там нужно, в самом деле, какой-то острый момент заболевания, острая фаза, острая фаза, да, спасибо. Просто я учусь на иврите, иногда тяжело перевести на русский, острая фаза какая-то заболевания, где ты можешь давать какую-то траву, но она просто будет недостаточно сильной и достаточно эффективной, где, конечно, нужна фармакология. Именно поэтому это не какое-то соревнование, врачи и мое направление, мы всегда должны работать вместе и помогать людям вместе. Я считаю, что только так. И кроме вот таких моментов, где нужна хирургия, острая фаза, опять же, даже нас учат, если у вас там стриптококк, не дай бог, заболевания там верхних отельных путей, вы не ждите, берите антибиотик, потому что это может спуститься на сердце и сделать непоправимые, как бы, привести к непоправимым последствиям. Поэтому острая фаза всегда должна лечиться какими-то серьёзными препаратами, но предотвращение болезни или лечение болезней хронических, но не очень прям запущенных, это прям всё. Или, допустим, после вот этой сильной какой-то терапии фармакологической тоже можно восстановление. как способ восстановительный. Это можно говорить про проблемах верхних нижних дыхательных путей разного типа, разной сложности. Можно говорить про проблем желудочно-кишечного тракта на протяжении всего желудочно-кишечного, то есть сниженная повышенная кислотность, гастрит, IBD, IBS, симптом раздражительного кишечника, тот же и без. То есть сниженная повышенная работа щитовидной железы, активной щитовидной железы, проблемы какие-то, СДВГ, например, тоже можно помочь человеку, варикоз незапущенный, никогда у человека тромб, не дай бог, конечно, нужно идти на операцию, но улучшить состояние сосудов, вен, улучшить их проходимость, улучшить их мостом имя, не помню, как на русском, это, которые, такие дверцы, которые закрывают вены, клапаны, да, спасибо, улучшить состояние клапанов, это все, это все, как бы, можно помочь без проблем человеку. Опять же, какое-то, какое-то лечение будет более длительным, какое-то более коротким, даже вплоть до заболевания раком и поддержания человека после химиотерапии, улучшения здоровья, улучшения состояния, этим занимаются специалисты из моей области. Вообще, конечно же, большинство людей, ну, как, особенно сегодня в нашем таком быстром ритме жизни, хотят, вот, я хочу, вот, вот сейчас уже стать здоровым и молодым. Твоя мысль, вообще, насколько процесс, начало, вот, работы, когда ты начинаешь работать с пациентами, насколько этот процесс, ну, как бы, фаза его воздействия, как быстро через питание можно начать воздействовать на вот проблему здоровья. Или все зависит от запущенности, или от самой болезни, или все-таки везде плюс-минус одинаковая какая-то фаза начала действия уже вот твоей работы? Не, все зависит, конечно, от состояния человека и какая именно патология у человека. Но, в принципе, ничего не происходит за раз. Это, и я по своему жизнему опыту понял, что ничего, очень легко что-то разрушить, очень тяжело что-то построить. Поэтому, если человек годами рушит свое здоровье, за один день, или за две недели, или за месяц вдруг стать здоровым молодым, такого не бывает. И для таких людей, которые не хотят сильно напрягаться, возможно, есть фармакология, которые могут дать какую-то таблетку, и у него нет проблем всю жизнь есть эту таблетку, и он будет себя чувствовать более-менее нормально в плане этого, я не говорю сейчас про побочные эффекты, не будем в это углубляться, но вы будете себя чувствовать более-менее в плане этой патологии. Но именно очень важный момент, который должен понять человек, который приходит ко мне на терапию, или человек, который занимается схожим со мной лечением, это то, что это всегда с двух сторон. То есть, это я даю то, что я знаю, и пытаюсь помочь, но человек должен тоже делать какие-то телодвижения. То есть, если человек говорит, ты ему говоришь, тебе нужно убрать это и это из меню, из рациона, скажет, не хочу, не могу, и тебе нужно не пить 10 кофе. Вот у моей лекторши был жизненный пример. 17 чашек кофе в день человек пил. 17 чашек кофе. Ну, давай начнем с 15, потом с 13. Я не говорю бросай кофе, это ужасно. Нет. Может быть, человеку подходит пить кофе каждый день. Окей, нет проблем. Но 17 чашек кофе здесь что-то ненормальное. или пачку в день. Давай немножко спустим. Давай, конечно, курить точно, это не как кофе. Кофе еще есть туда и сюда, а исследования, кто говорит хорошо, кто говорит плохо, кто говорит нормально, а сигареты, всем понятно, что это только минус. Но человек должен идти на контакт. У него должна быть какая-то минимальная мотивация идти на контакт, опять же, и убирать какие-то негативные моменты из жизни и добавлять какие-то позитивные. Знаешь, еще вот есть такие вопросы у всех людей, которые или занимаются спортом, или занимаются лечением какой-то болезни, они говорят, допустим, люди говорят, когда я стану чемпионом? Или говорят, когда я выздоровлю? Или выздоровлю я на самом деле? Или стану ли я на самом деле чемпионом? Вот ты, как человек, который занимается здоровым питанием, ты можешь сказать однозначно, что если следовать вот этой тропе, то однозначно вы улучшите свои показатели. вы может быть не сто процентов станете здоровым, но показания улучшатся и вероятность, что вы эффективность своей жизни продолжите еще больше, чем если вы не будете. То есть, ты как специалист можешь так гарантировать, потому что в принципе, я так думаю, что вот даже вот по мне, мне было бы хотелось прийти к тебе допустим и сказать Роман, вот я готов, но ты мне гарантируешь, что я буду лучше себя чувствовать? Ты даешь гарантию, знаешь, гарантию на эти брюки, что они 10 лет, знаешь, как это, на изделие? Смотри, даже гарантию на брюки, во всяком случае в Израиле дают две недели, и только если ты их не надел и не снял бирку, поэтому гарантию прям 100% дать тяжело, и опять же твоя аналогия с чемпионом, скажем, чемпион это по аналогии, это не то, что это так, да, но по аналогии чемпион, будем говорить, что это человек идеально здоровый, грубо говоря, а там третье место, седьмое, там, пятое, седьмое место на Европе, это человек, который лучше себя чувствует, да, но он еще не идеально здоровый. То, что вы будете себя лучше чувствовать, это 100%, то есть тут даже нету никаких, возможно, это займет не месяц, возможно, это займет полгода, но наше тело обладает огромными регенеративными способностями, и если ты просто человеку и телу этому не мешаешь, а помогаешь, и только даешь ему правильный бензин для того, чтобы он строил эти кирпичики, для того, чтобы у него была энергия, тогда оно только тебе скажет спасибо, ты себя будешь лучше чувствовать. Конечно же, если какое-то серьезное заболевание, и оно находится на каком-то очень прогрессивной стадии, на какой-то очень прогрессивной стадии, я не могу сказать, что 100% будет регрессии, станет человеку лучше, нет, но лучше именно в плане этого заболевания, потому что есть разные заболевания, если заболевание, если оно очень запущенное, то возможно, что назад уже пути нет, и лучше, чтобы человек продолжал в самом деле принимать фармакологию, но даже при таком, что это редко, да, такой случай, но даже при таком случае, можно улучшить общее состояние человека, если даже человек в таком заболевании начинает питаться хорошо, начинает заниматься каким-то легким, приятным для себя спортом, находится больше на улице, пьет достаточное количество воды, не употребляет какие-то вещества, которые делают ему хуже, он однозначно будет чувствоваться лучше. Спасибо.